Приветствую вас, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня утром 29 октября украинские военные нанесли сокрушительный удар по месту, где российские оккупанты хоронили свои боеприпасы, в Луганске. На ваших экранах соответствующая видеозапись. Она показывает, как происходит мощнейший взрыв. Прилетела. Серьезно, штукатурка посыпалась, я в КамАЗ залажу. Я там со мной кусок упал, потолкай. Я летел вот здесь, я бежал. Мои лысые хуйки. У нас повылетало все. Кого? И, очевидно, после того, как огонь добрался до основной массы боеприпасов, произошло то, что вы видите сейчас на своих экранах. Огромная детонация указывает на огромное количество боекомплекта, которое было подорвано. Местные жители эвакуируются, о чем, собственно, официально и объявил назначенный Кремлем главарь оккупационной администрации Луганщины Леонид Пасечник. Итак, изначально вот на том месте, куда был прилет, находилось здание, которое было зафиксировано как принадлежащее некой военной части А-0625. Там раньше хранилась бронетехника. Но, как стало потом понятно, точнее говоря, как очевидно выявила украинская разведка, впоследствии на это место были свезены боеприпасы, причем в огромном количестве. То есть речь идет о складе оперативно-тактического уровня. Ну и, как вы понимаете, прилетело что-то дальнобойное, потому что от линии соприкосновения до Луганска как минимум 100 километров, на самом деле, больше. У украинцев есть целый ряд поражающих средств, которые добивают на такое расстояние. Давайте сейчас посмотрим, какие могут быть это средства. Итак, первый вариант – это дальнобойные дроны. Но, на самом деле, украинцам нет никакого смысла использовать дальнего радиуса беспилотники для того, чтобы уничтожить что-то в глубине на оккупированных украинских территориях по той простой причине, что для этого они, как правило, используют те средства западного производства, на применение которых американцы и европейцы дали разрешение. Они разрешают бить этими вооружениями, ну вот теми же ракетами по оккупированным украинским территориям, поэтому ВСУ используют в первую очередь их, если надо что-то поразить. В Донецкой, Луганской области или на любой другой точке оккупированной украинской территории. Тем более тогда, когда речь идет о районе, плотно защищенном средствами ПВО и РЭП. Дронам там очень и очень тяжело будет пройти. А вот ракеты или бомбы в самый раз. Вот и давайте посмотрим на эти варианты. Бомба или все-таки ракета? Что ж, в принципе, можно представить, конечно, что украинцы в данном случае использовали бомбовый снаряд. Я бы не удивился этому, если вспомнить о том, что у ВСУ есть на вооружении с некоторых пор такие бомбы, как GBU-39. Их дальность составляет, по разным оценкам, от 110 до 130 километров. Это означает, что, в принципе, такое расстояние, как вот в 100 километров от линии быстолкновения до Луганска, эти бомбы преодолеть смогут. Тем не менее, для этого самолету пришлось бы подлетелить слишком близко к вот этой самой линии разграничений и, таким образом, подставиться под возможный удар со стороны российских ПВО, которые, как мы уже выяснили, на Востоке особенно плотные. Поэтому наибольшая вероятность это то, что либо была применена какая-то новая американская бомба, возможно, та самая JASM, которая, вероятно, уже могла поступить на вооружение ВВС Украины. Либо, что наиболее вероятно, это применение бомб типа Storm Shadow или Scalp. А также, вероятно, ATECMS. Итак, могли ли украинцы применить JASM, дальность которых, по крайней мере, если мы берем оригинал, составляет, ну, как минимум, 300-400 километров? Что ж, конечно, если эта бомба действительно была передана в рамках недавних американских подставок. А недавно был объявлен целый ряд очередных вот таких вот военных траншей в пользу Украины из Соединенных Штатов. Нам говорили как раз, что JASM будут поставлены где-то осенью, возможно, в октябре, в ноябре. Так почему бы им уже не оказаться на вооружении ВВС Украины? Да, вполне возможно. Если так, то я не исключаю, что мы сегодня увидели премьеру применения JASM. Но, с другой стороны, я всегда следую принципу бритвы Окама. То есть, самое простое объяснение, самое верное, это то, что украинцы применили те вооружения, которые они уже имели ранее, имеют сейчас, и которые уже ранее неоднократно применяли. То есть, Storm Shadow, либо Scalp, или Attackoms. Если это была бы Attackoms, что ж, да, это, пожалуй, очень даже вероятный, даже, пожалуй, самый вероятный вариант из всех возможных. Потому что Attackoms, с одной стороны, запускаются однозначно и гарантированно в данном случае при атаках по самым даже удаленным уголкам оккупированных восточных территорий с безопасного расстояния. Поскольку их дальность, в зависимости от модификации, составляет от 160 до 300 километров. С другой стороны, мы должны понимать, что Attackoms выпускались в двух версиях, если смотреть именно на боевую часть. Точнее, там было несколько версий, но можно их разделить на две основные. Первая – это кассетная Attackoms, вторая – это осколочно-фугасная. То есть, в данном случае мы делим их по типу боеголовки. Так вот, конечно, в данном случае куда логично было бы применить именно осколочно-фугасную, а не кассетную Attackoms? Почему? Потому что кассетная нужна для покрытой больших площадей, где нужно поразить относительно небронированную или легко бронированную технику, чаще всего деликатную технику. Такую, как, например, самолеты или те же ПВО, ну, скажем, радары, пусковые установки и так далее. Ну, в первую очередь, конечно, радарные установки, и мы видели неоднократно, насколько они эффективны именно вот в таком варианте применения. Когда на больших площадях сотни-сотни квадратных метров расположены батареи ПВО, когда туда прилетают, соответственно, 5, 6, 7, 8 ракет Attackoms, они рассыпают свои боеприпасы. Боеприпасы, ну, то есть вот эти суббоеприпасы М-74 вот этой площадки, в результате чего там не остается ничего живого, хотя вроде бы внешне все как стояло, так и стоит. Иногда даже не воспламеняется, но радары в решету. Но, когда речь идет о поражении конкретных стационарных крупных объектов, вот, например, хранилищ с боеприпасами, здесь ситуация другая. Тут как раз кассетка была бы не очень, возможно, применима. Ну, конечно, все зависит, опять же, от характера, собственно, самих этих сооружений. Но, как правило, вот для таких случаев все же лучше подходят цельные боеголовки. Потому что тут, ну, во-первых, нужно пробить само вот это вот хранилище. То есть укрепление, конечно, оно там разное бывает. Вот если это обычный бетон или железобетон, то тут, конечно, в первую очередь требуется хотя бы, ну, какой-то элемент противобункерности у ракеты. Ну, и, во-вторых, несмотря на то, что, конечно же, кассетная часть, она всегда хороша при любых обстоятельствах, в том числе, да, и в тех случаях, когда вы поражаете какое-то конкретное здание, ну, если разрыв происходит изнутри. Но, с другой стороны, вот если вы точно знаете, что вот в конкретном месте хранится именно большое количество боеприпасов, то в данном случае тут возникает просто вопрос, а стоит ли тратить кассетную боевую часть, если можно потратить осколочно-фугасную. То есть в любом случае ведь американцы произвели какое-то количество кассеток, какое-то количество осколочно-фугасных боевых частей. И если вы потратите, например, вот эту самую кассетную боевую часть с суббоеприпасами М74, там, где подошла бы и обычная осколочно-фугасная часть, то, соответственно, у вас будет минус в запасах вот этих самых кассетных частей. То есть вы уже, допустим, потратите вот именно это средство на поражение площади, где осколочно-фугасная часть точно не подойдет. Вот осколочно-фугасная часть точно не подойдет для поражения вот таких вот районов расположения ПВО, там, где вот эти вот батареи стоят на площадке, условно говоря, 500 на 500. В этом заключается смысл. То есть каждый боеприпас должен тратиться по своему назначению. Значит, соответственно, я предполагаю, что если это были ракеты ТЭКМС, значит, речь шла о применении именно осколочно-фугасной боевой части. И здесь нужно напомнить о высокой точности ТЭКМС. Она составляет буквально плюс-минус несколько метров. Именно поэтому в тот момент, когда эти ракеты были запущены, вот тот склад с боеприпасами был обречен. Ну и самое вероятное, наверное, это то, что были применены Стормшеду либо Скальп. То есть вот это англо-французская ракета. Почему? Потому что их уже ранее неоднократно применяли именно по таким целям. Нужно напомнить, что на самом деле практически все боеголовки ТЭКМС, которые были переданы украинцам, они все-таки кассетного типа. Да, однажды вроде как, но это опять же слухи, украинцы применили осколочно-фугасную ТЭКМС для уничтожения корабля, который стоял на стоянке. Но, тем не менее, практически вот все, что мы видели на видео, я имею в виду визуальные подтверждения, это были кассетные ТЭКМС. Как правило, на видео показано было, как они поражают ПВО, или же личный состав, который развернулся на полигоне. Ни разу не было видео подтверждения применения осколочно-фугасных ТЭКМС. То есть даже если они есть, то в очень-очень ограниченных количествах. Почему? Потому что украинцы, очевидно, сделали запрос на заказ именно вот таких вот кассетных боевых частей. То есть кассетных ТЭКМС. Почему? Потому что этого требует логика на поле боя. Я думаю, что и в Пентагоне, на самом деле, согласились с украинским командованием, что если что-то передавать со складов, то это именно кассетные ТЭКМС. И особенно с учетом того, что как раз осколочно-фугасные части – это Стормшеду и Скальп. То есть зачем дублировать? И отсюда тот факт, что именно Стормшеду и Скальп работают по всем оккупированным украинским территориям, там, где нужно поразить какой-то крупный стационарный объект. Ну, например, штаб Черноморского флота или склад с боеприпасами, или казармы, где укрывается личный состав противникам. Ну и вот аналогичные такие вот сооружения, ну просто элементарные какие-то здания, где находился высший офицерский состав России. Это было и в Луганской области, особенно часто туда прилетали вот те самые Стормшеду. Именно поэтому я бы склонялся к последней версии. Здесь нужно обратить внимание на следующие моменты. Российское ПВО в очередной раз не справилось. Российские РЭП в очередной раз не справились. Это очень тревожно для России сигнал. То есть, на самом деле, парадоксально, но оккупированные украинские территории, с точки зрения ПВО, защищены намного лучше, чем, собственно, международно признанная российская территория. Почему? Понятно. Потому что это то, что достаточно близко к фронту, там находится огромное количество различных военных активов. Все они находятся на достаточно ограниченном участке, то есть расположены плотно, поэтому и система ПВО там должна быть плотной. Но это только одна причина. Другая причина заключается в том, что россияне понимают. Ни Стормшеду, ни Атекамс не добьют по причине просто запрета со стороны Вашингтона до российской международной признанной территории, поэтому там можно, так сказать, немножко расслабиться в плане ПВО и делать эти ПВО менее плотными. Это играет, кстати говоря, злую шутку с россиянами, потому что они недооценивают собственные возможности у украинцев бить собственным оружием, вот таким, как, например, те же дроны-поляница или, например, какие-то ракеты типа Непту. Но, тем не менее, факт остается фактом. То есть, да, именно оккупированные территории у России буквально напичканы средствами ПВО. А что со средствами ПВО у России происходит в последнее время? Происходит самая настоящая катастрофа, причем со всеми видами ПВО. Стратегические ПВО, С-300, С-400, были уничтожены в значительной степени в последние полгода именно ударами ракет Атекамс, причем вырезали их на самых разных территориях, и в Луганской области, и в Донецкой, особенно в Крыму. Да, я не беру сейчас, конечно, те удары, которые были нанесены по нескольким компонентам С-400 на международно признанные российской территории хаммерсами. Я беру именно вот то, что произошло с этими батареями на оккупированных территориях. Там они понесли очень тяжелые потери. Что происходит с БУКами? Я думаю, вы все видите, наблюдая, допустим, даже чисто за нашим каналом. Если вы даже не смотрите никакие другие каналы, и если вы, допустим, не следите за теми видео, которые появляются в Телеграм-каналах, вы знаете, какое огромное количество. Только по визуальным подтверждениям Россия потеряла БУКов в последние несколько месяцев. Вот на днях я показывал сокрушительное просто и умопомрачительное видео, как вроде бы обычный дрон Баба-Яга, ну, очевидно, с увеличенной дальностью хода. Добирается до глубоких тылов противника, возможно, на расстоянии в 50-60 километров от линии фронта. И уничтожает БУК М3, потом еще один БУК М3, потом РЛС к БУК М2, а потом хаммерсы накрывают БУК М2. Вот три БУК М2 и три, и РЛС к БУКу. Но это вот только за пару дней, только вот за минувшую неделю, работа, которая была проделана силами беспилотных систем Украины, которые, собственно, и обнародовали эти видео. А сколько до этого Россия потеряла? Пару недель — это почти дюжина, опять же, видеоподтверждений уничтожения разных систем ПВО ближнего и среднего радиуса действия. На самом деле, можно сбиться со счета, сколько за последние месяцы Россия потеряла, но, опять же, все это есть у нас на канале. Мы не пропускаем практически ни одного визуального подтверждения того, как поражаются российские системы ПВО, потому что каждая такая потеря для России чрезвычайно болезненна. Ну вот даже взять, например, вчерашнее наше видео, где Switchblade 600, дрон американского производства, поражает ТОР, одну из самых передовых российских систем ПВО, ближнего, я бы сказал так, ближайшего радиуса действия. ТОРы, как и панцири, они отвечают именно за последнюю линию обороны. Так вот, Россия их потеряла в гигантском количестве. Панцири у России всего было до недавнего времени, вот после значительных потерь, которые она понесла именно в этом виде вооружения на фронтах, оставалось около 50 штук. Не все эти панцири на фронтах в Украине. Некоторые панцири охраняют резиденцию Путина. Чтобы вы понимали, 7 панцирей были выделены на охрану резиденции, где вроде как обитала, возможно, сейчас продолжает обитать, бывшая жена или нынешняя, разберись, Алина Кабаева с детьми. 7 панцирей. Остальные условные 40 штук, они, может быть, где-нибудь частично охраняют какие-то особо важные места в соседних с Украиной территориях. Может быть, небольшая часть находится сейчас на оккупированных территориях. Она действует в составе батареи типа С-400. Она защищает С-400, служа им последней линией обороны. Так вот, просто чтобы вы понимали, какова картина. И поэтому, конечно, как только у украинцев появляются точные разведданные по поводу того, где находится тот или иной склад с боеприпасами оперативно-тактического уровня, хотя бы оперативно-тактического, если это находится в пределах оккупированных украинских территорий, не то, что находится за пределами украинских границ, украинцы тут же запускают соответствующий удар. Потому что украинцы достигли вот той критической отметки в плане уничтожения российских ПВО, когда практически любой удар, куда бы он ни наносился, будет гарантировать России поражение. Почему? Да потому, что дыры в ПВО стали настолько большими, а шпагат ПВО настолько серьезен, что то количество ракет и бомб, которые ранее теоретически могли бы перехватить россияне, сейчас не перехватывают. И, соответственно, сейчас тем же самым количеством, которое раньше не могло бы причинить России никакого ущерба, причиняет России критический ущерб. И именно отсюда мы увидели, например, горящую нефтебазу в Феодосии, где, как выяснилось, стоял только один панцирь, и тот не сработал. Он просто не увидел приближающуюся украинскую одну или несколько ракет. Причем до сих пор непонятно, а это были ракеты все-таки? А если да, то какие? Storm Shadow или Neptune? Или, может быть, это Экмс? А может быть, это были и вовсе не ракеты. Может быть, это были дроны. Может быть, это были дроны-ракеты. Кто его знает? Ну, в общем, не заметили. Поэтому и данных никаких по поводу того, что это за ракеты были, нету. Российские то ли Z-блогеры, то ли СМИ тогда писали, что это были две ракеты, но до сих пор непонятно, а что это за тип ракет. Потому что, по идее, это должны были быть данные по поводу конкретной модели ракеты. В принципе, у россиян есть возможность вычислять сигнатуру соответствующих ракетных средств. Но она тогда, эта сигнатура, видимо, не была вычислена. Это тоже большой вопрос. Вопрос к зенитчикам России, вопрос к средствам ПВО России. Как так получилось, что они теряют квалификацию не только в вопросе перехвата, но и в вопросе фиксации, в принципе, этих ракетных радаров, и в вопросе идентификации этих поражающих средств. То есть, чрезвычайно интересно, не так ли? Поэтому не стоит удивляться, что сегодня Луганск, который является, на самом деле, ключевой, дальней, пожалуй, самой дальней, в то же время самой большой инфраструктурной базы России на оккупированных украинских территориях, что он сегодня оказался в очередной раз под ударом. И самое главное, что этот удар был подтвержден визуально. Это вот еще один важный момент. Визуальное подтверждение успешных прилетов на российской или, ну вот, на украинской территории в оккупированных частях. То есть, обратите внимание, что российским властям и оккупационным, и, так сказать, официальным, так не удалось на самом деле заставить людей ни в России, ни на оккупированных украинских территориях воздерживаться от распространения подобных видеозаписей. Обычно после того, как происходит такой взрыв, как вот тот, что вы сейчас видели на своих экранах, как вы понимаете, зачастую идет вал видеоматериалов от обычных наблюдателей. Так, как будто бы и нету никаких предупреждений от различных российских органов, начиная от МЧС и заканчивая полицией, о том, что распространение таких видеозаписей карается по уголовному закону. Это говорит о том, что на самом деле россияне в действительности куда менее дисциплинированы, чем пытаются на том настаивать российские власти. Российские власти пытаются презентовать все, что относится к восприятию россиянами или украинцами на оккупированных территориях вот этой войны, как некое единство. Но на самом деле нету никакого единства. Ни россиянам, ни жителям оккупированных территорий, по большому счету, неинтересна эта война, вот так, как она интересна бучанскому мяснику Владимиру Путину. То есть нету единства в понимании вот этой войны так, как ее понимает Путин. Нету единства в желании довести эту войну до того конца, который хочет видеть Путин. То есть для Путина на самом деле экзистенциально важно, чтобы российский народ и население на оккупированных украинских территориях яростно поддерживало уничтожение Украины. Но на самом деле, если посмотреть внимательно на то, что происходит, люди уже давно-давно не живут интересами войны в России и на оккупированных территориях Украины. Почему? Потому что люди, естественно, ко всему очень быстро привыкают и заняты сейчас исключительно своими индивидуальными делами. То есть вопрос для каждого отдельного человека, это в первую очередь вопрос его личной обеспеченности. И когда население на оккупированных украинских территориях видит, что после прихода России зарплаты никак там не увеличились, то есть вот в том же Луганске, например, люди едва ли получают зарплату больше, чем 200-300 евро, ну то есть это даже меньше, чем было до прихода туда оккупационных властей в 2014-м, то, естественно, у них так или иначе, но не вырабатывается рефлекса уважения к действующим властям. Потому что какое может быть уважение, если нет уважения со стороны властей? Какая может быть дисциплина в плане соблюдения каких-то там призывов и законов, если сами власти, ну и российские, и центральные, и вот местные, они не смогли обеспечить даже элементарного небольшого повышения уровня жизни по сравнению с тем, который был до прихода России. То есть и у местных жителей возникает закономерный вопрос, а, собственно, а ради чего все это? То есть зачем мы потерпели явное уязвление в наших правах, в нашем статусе, в нашем будущем, если наше материальное положение не только не улучшилось, а, напротив, даже ухудшилось? Ну или, по крайней мере, зарплата не выросла, а с учетом инфляции они фактически понизились. То есть покупательная способность денег понизилась. Я не говорю уже про многочисленные истории с тем, что на оккупированных украинских территориях просто-напросто владычествуют откровенные бандиты. Там не работает закон, там работают правила подвала. Вот если ты не угоден по какой-то причине, если ты не хочешь идти на сговор с местными властями, если ты не хочешь делиться, тебя садят на подвал, убивают, пытают, отнимают твое имущество и так далее. Таких историй миллионы мне лично их рассказывали люди, которые бежали из Луганска. Поэтому я не удивлен, что мы раз за разом видим вот такие вот видеоподтверждения от очевидцев, многие из которых, я не сомневаюсь, являются, в принципе, вполне себе сторонниками украинской власти. Кто-то, может быть, прямо или косвенно работает на украинскую разведку. Ну и насчет последнего момента. Разведка. Разведка Украины работает просто фантастически хорошо. И нужно понимать, что особенно разветвленная сеть агентуры Украины именно в Луганске. То есть Луганск, еще раз, город, который является ключевым логистическим звеном, базой в тылах на оккупированных России территориях. Потому что именно там складируются боеприпасы, именно там развернуты штабы, именно там размещаются казармы с высокопоставленными российскими офицерами, чиновниками. Именно там, в общем-то, происходит первоначальное распределение поступающей на украинские фронта живой силы. Условно, вот те российские контрактники, которые подписывают договоры с министерством урона России, в первую очередь направляются сначала туда, а потом уже оттуда распределяются. Но там именно главный тыл. И, естественно, что в то же время нужно понимать, что в Луганске есть немало недовольных. Ну, то есть их относительно немало, да. Там, может быть, их несколько процентов, тех, кто готов реально работать с украинской разведкой, но этого достаточно, вот этих вот, может быть, тысячи двух-трех тысяч человек достаточно для того, чтобы, в принципе, обеспечить глазами и ушами украинский гор практически все точки Луганска. Ну, и поэтому, помимо спутниковой разведки, а она очень сильна у Украины, потому что, собственно, Украина берет эти спутниковые данные у Пентагона, и помимо, конечно, аудиоразведки, а для этого тоже разные инструменты применяются, и помимо, конечно, беспилотной разведки, потому что украинские беспилотники работают в глубоких тылах противника, то есть они залетают на 200, на 300, на 400 километров вглубь России, не говоря уже про тот же Луганск. Вот, помимо всего этого, есть чисто человеческая разведка на местах, и ее ничто не заменит. Я думаю, что не в последнюю очередь именно вот эта разведка дает данные по Луганску, по конкретным точкам, вот таким, как вот этот вот склад с боеприпасами. Этот факт, что визуальные кадры у нас есть, конечно, это прекрасный момент во всей этой истории, потому что он способен не спровергнуть любые спекуляции и информационный шум и ложь, которые, безусловно, захотела бы продуцировать Россия и ее марионетки в Луганской области по поводу подобных ударов. Вот если бы не это видео, которое вы наблюдали в начале нашего выпуска, то мы бы еще могли задумываться о том, насколько сильны там повреждения. И кому верить, оккупационная администрация, которая будет рассказывать, что все сбили, или же все-таки верить украинским ВВС или кто-то им этот удар наносил. Короче говоря, мы получили очередное подтверждение слабости российских ПВО, а точнее говоря, тенденции ослабления этой ПВО, что очень важно. Получили подтверждение качества украинской разведки, и, наконец, мы получили в очередной раз подтверждение качества украинских поражающих средств, скорее всего, западного производства. Потому что, еще раз говорю, если вы видите вот такую вторичную детонацию, вот как то, что вы наблюдаете, тем более такой мощи, это, безусловно, прямое указание на то, что в данном случае было подворено что-то очень мощное, то есть большое количество какого-то взрывчатого вещества. А это, как правило, именно снаряды. То есть, если бы там стояла военная техника, оно бы не взорвалось так. Скорее всего, не взорвалось. Конечно, тоже техника техники рознь, мало ли. Ну, вдруг там, например, стояли пусковые установки с заряженными туда боекомплектами. Но, скорее всего, именно склад с боеприпасами, какими именно, ну, вполне возможно, это боеприпасы 152-го калибра, там, может быть, мины, там, все что угодно, может быть. Может быть, и зенитные ракеты к соответствующим установкам ПВО. Для России это, в любом случае, немалая потеря, потому что у России постепенно заканчивается боеприпас. Для России, на самом деле, живая сила сейчас становится главным фактором в рамках ее способа ведения войны, потому что заканчивается потихонечку военная техника разных видов. Уже виден критический момент в этом плане, категории вооружений начинают заканчиваться. РСЗО почти не осталось или очень мало. Некоторые виды артиллерии пропадают. Мы видим, что МТЛБ полностью ушли. Танки начали заканчиваться по некоторым видам. Вот, например, Т-80. БМП потихонечку сокращаются. Вот сейчас пошли потери БТРа. Почему? Потому что БМП становится меньше. Поэтому приходится забивать БТРами то, где должны были бы БМП быть. Потому что БТР более легко бронированная машина, и ее Россия не стала бы использовать, если бы у нее были бронемашины пехоты. В то же время со снарядами у России не так все хорошо. Если вы посмотрите на статистику, которую дают различные спикеры Украины, то вы услышите, что соотношение по снарядам исправилось 1 к 3, 1 к 2. Ну, то есть это практически паритет, учитывая, что украинские снаряды более высокого качества. Ну, и в то же время, как становится понятно, и вот опять же, если верить последним данным, Россия использует из всех снарядов свои, своего производства, только на 30%. То есть, условно говоря, у России в месяц, ну, я не знаю, сколько там сейчас есть, возможно, 1500-700, вот из этих 500-700 тысяч российского производства снарядов около 200 тысяч. Остальное, это в основном Северная Корея. Северная Корея и немного Иран. Но посмотрите на результаты. А каковы результаты? То есть, северокорейские снаряды, в принципе, ничего особенного не решили. Тем более, посмотрите, сколько Северная Корея поставила Путину. 8 миллионов снарядов. Это примерно треть от того, что хранилось на складах Северной Кореи. Производить боеприпасы в таком огромном количестве, такое Северная Корея передает Россия, она не может даже близко. А это означает, что вот такими темпами еще год-полтора войны, и у Северной Кореи просто не будет снарядов, которые можно было бы поставить Путину. А качество северокорейских снарядов очень-очень низкое. Условно, только каждый второй вообще куда-то долетает. Куда? Отдельный вопрос. Крайки неточные. Они повышают износ соответствующих стволов. Стволов у России тоже мало. Ну и таким образом, мы видим, что у России на самом деле в перспективе самый настоящий снарядный кризис. И поэтому, конечно, каждое уничтожение склада с боеприпасами, это серьезный удар по российским наступательным возможностям. Сейчас все паникуют, рассказывая о том, что на фронте катастрофы. Послушайте мне. Катастрофа это когда войска у Киева. И эта катастрофа едва не случилась в начале полномасштабного вторжения. То, что происходит сейчас, это продолжение как можно более эффективного обмена кусочков украинской территории на российскую военную технику и на российский личный состав. Потому что то, что делает сейчас Россия, это копошение буквально на небольших участках. Это не оперативные какие-то прорывы. До оперативных прорывов Россия очень-очень далеко. Она потеряла колоссальное количество военной техники. Уже количество потерь скоро дойдет до 19 и до 20 тысяч единиц военной техники только по визуальным данным. Живой силы у России тоже не бесконечное количество. То есть, ну, сейчас трудный период, нужно потерпеть. Но Россия пошла ва-банк перед выборами, бросив все на захват чего? На захват, условно говоря, болота. Но если ее это устраивает, если в этом заключается стратегический замысел, то это провальный замысел. А вот то, что делают украинцы, это изматывают Россию и в том числе истощают ее в плане главного ресурса, без которого война невозможна. То есть, в плане именно боеприпасов. Очередной удар по складу с боеприпасами, как я уже сказал, это выбивание из-под российских сапогов, их основы. Нету снарядов, сапоги бесполезны. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Недавно мы закончили очередной сбор в пользу группы 47-й бригады. 10 мавиков, теперь у нас есть возможность купить на сумму, которую мы собрали, 29 730 евро. Низкий поклон каждому, кто участвовал вот в этом сборе, ибо ваша помощь спасет жизни украинских бойцов. Если вам нравится то, что делает наш канал, вы можете поддержать его через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, Bami, Coffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Ждите скорого открытия программы для тех, кто захочет поучаствовать в качестве спонсора на YouTube для NewsAider. Мира и здоровья всем. До скорого. Продолжение следует...